Есть версия, что Петра I отравили люди из его ближайшего окружения. Так они отреагировали на потерю царской милости. Подозреваемый номер один. Милая жена, немилый враг. Неизвестный камер-юнкер Вильям Монс даже предположить не мог, что его нелепая жизнь и смерть повлияют на судьбу Российской империи. За несколько месяцев до кончины Петра I отношения императора с женой Екатерины окончательно разладились. Причина – тот самый камер-юнкер, с которым императрица изменила Петру. Роман начался в августе 1723 года. Открылась интрижка в ноябре 1724. 8 ноября Монса арестовали. Вернувшись с допроса, царь был невменяем. Приближенный царя вице-адмирал Франц Вильбуа так описывал в своих записях его состояние. Он имел такой ужасный, такой угрожающий вид, был настолько вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Царь захотел учинить над Екатериной суд в Сенате и устроить ее публичную казнь. Но, по словам того же Вильбуа, его отговорили советник Андрей Остерман и дипломат Петр Толстой, резонно заметив, что в случае казни императрицы дочки Петра и Екатерины останутся без иностранных женихов. 16 ноября Монсу отрубили голову. Его осудили за взяточничество. По всем было понятно, в чем истинная причина гибели камер юнкера. Голову казненного Петр велел заспиртовать и поставить на ночной столик императрицы. Екатерина прекрасно понимала, что лучшее, на что ей можно теперь рассчитывать, печальная старость в монастыре, если только супруг, схропостижно не оставив завещание, не скончается. В этом случае она, как коронованная в 1724 году императрица, займет престол по закону. А слыла она, по словам Вильбуа, женщиной достаточно ловкой и смелой для того, чтобы попытаться быстро и любым способом отделаться от оскорбленного и беспощадного мужа. Лучше всего для этого подходил яд. Поэтому не исключено, что подписав смертный приговор Монсу, царь подписал его и себе. Правда, прямых доказательств, что Петр был отравлен, нет. Симптомы его болезни можно толковать по-разному. Поэтому большинство историков придерживаются точки зрения, высказанной еще в XIX веке Владимиром Соловьевым. Петр умел от задержки, умер от задержки мочи и старается лишний раз не превращать ближайших соратников императора в его убийц. Но ряд странных обстоятельств, сопровождавших последние дни императора, заставляют предполагать, что дело здесь не совсем ясное. Подозреваемый номер два. Взяточник и изменник. Известный казнократ Александр Данилович Меньшиков больше десяти лет находился под следствием. Контрольная комиссия обнаружила, что он прибрал к рукам более миллиона государственных рублей. Так что, как отмечал в записках прусский посланник Аксельфон Мардфельд, князь от страха и в ожидании исхода дела совсем осунулся и даже заболел. И тут, как на грех, в ноябре 1724 года скрылись новые финансовые махинации Меньшикова. Поставки провиантов в армию по завышенным ценам. Сами по себе они были не так уж велики по сравнению с прежними годами, но прибыль от них Меньшиков перевел в банк Амстердама. Ага, за границу? Удумал, убежать, решил царь. Снарядили особое следствие, которое поручили одному из самых доверенных лиц императора, генерал-фискалу Алексею Микинину. Да еще не кстати всплыли бумаги Монса, с которым Меньшиков состоял в переписке, ища заступничество у Екатерины. В письмах Светлейший заверял немца в вечной дружбе и преданности, что привело царя в негодование. В итоге Петр Меньшикова отлучил от себя, запретил ему являться во дворец, лишил президентства военной коллегии. Фактически тот оказался под домашним арестом в своем дворце. Близкие к нему люди, обвиненные даже в менее значительных махинациях, уже были жестоко наказаны. Скорее всего, считает доктор исторических наук Николай Павленко, Меньшиков разделил бы участь всех казнокрадов. Тем более, что главная его заступница Екатерина, из-за своей супружеской неверности, утратила влияние на царя. Так что Меньшиков становился невольным союзником Екатерины Алексеевны. Скорейшая смерть Петра была спасением для него. Ложный след. Подарок генеральше. При гигантском, для своего времени росте, 2 метра 4 сантиметра, Петр не отличался богатырским здоровьем. У него был нервный тик, судороги, склонность к простудам. Но о болезни, которая, как считается, свела царя в могилу, историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Обычно называют цистит, воспаление мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, пилонефрит, воспаление почек, мочекаменную болезнь или рак предстательной железы. В свою очередь, специалисты Ленинградского военно-медицинской академии Кирова, изучавшие материалы болезни Петра, считают, что воспаление и язвы в мочеиспускательном канале, доставлявшие царю столь страданий, были следствием хронической гонореи. В своих записках французский посланник Де Кампридон пишет, что царь болел ею последние четыре года своей жизни. Недуг император получил от генеральшей Евдокии Чернышовой, отличавшейся фривольным поведением, как и сам Петр. При соблюдении диеты, половом воздержании и отказе от спиртного болезнь отступала, хотя покалывание в нижней части живота и мочевом пузыре сопровождали Петра неотступно. Но по свидетельству современников, он не обращал на это внимания. Несколько раз в год у царя случались обострения, сопровождаемые болями и задержкой мочи, однако через неделю он уже приходил в норму. Так было и в 1724 году. Согласно донесению Де Кампридона во Францию, царь легко перенес сентябрьский приступ, и больше болезни его особо не беспокоило. Петр в последние месяцы жизни вел себя как человек, который вовсе не собирался умирать. Царь не хочет и слушать ни о чем, кроме развлечений и прогулок, сообщал в донесении Париж Де Кампридон. Однако, как пишет историк Андрей Островский, проведя несколько часов на холодном ветру в легком мундире полковника Преображенского полка, царь простудился. У него поднялась температура и началось жжение в области брюшины. Но на следующий день жар спал, боли утихли, и Петр снова включился в активную жизнь. Он побывал на свадьбе слуги денщика Василия Поспелого, Мишки, посетил ассамблеи графа Петра Толстого, эдмирала Корнелия Крейца, а 15-го числа заехал в гости капитан-командору Науму Синявину. На 17-е император наметил поездку в Ригу. В сообщнике подозреваемых медицина бессильна. Но тут случилось непредвиденное. Петру резко и без видимой причины стало хуже. Как сообщает Декампридон, у царя поднялась температура, начались задержки мочи, сопровождаемые мучительными болями. Царь бредил. Это резкое обострение болезни – первая странность в истории последних дней императора. Она заставляет предположить, что пароксизм был чем-то спровоцирован. Есть любопытное свидетельство, которое приводит в интервью в медицинской газете доктор исторических наук Нина Молева. Она говорит, что накануне Петру дали попробовать новый сорт конфет. Большинство историков, впрочем, считают этот факт легендой. Спустя несколько часов у царя началась рвота, жжение внизу из живота, онемели руки и посинели ногти, типичные симптомы – отравление ртутью или мышьяком. Яд, очевидно, усилил воспалительные процессы в мочевом пузыре, что и привело к беспричинному, на первый взгляд, обострению болезни, выгодному Меньшикову и Екатерине. Больной промучился сутки и почувствовал облегчение 18 января. Он уже принимал министров. Петр явно не собирался расставаться с жизнью, он обсуждал массу государственных дел, давал распоряжения, а с герцогом Гальштанским, женихом старшей дочери Анны, проговорил почти час и ни слова о совещании. Однако в ночь с 20 на 21, сообщает в записках Деком Придон, с ним сделался жестокий припадок задержания мочи. Призвали на совет нескольких врачей и, между прочим, некоего весьма сведущего итальянца по имени Азарини. Он признал болезнь царя излечимой, если последует предлагаемому им способу лечения, а именно, извлекут из мочевого пузыря заключенную и гниющую в нем урину, чем предупредится воспаление, а затем примутся за лечение язвочек, покрывающих, по общему мнению врачей, шейку мочевого пузыря. Иоганн и Лаврентий Блументросты, придворные врачи, отвергли сначала совет, поданный не ими, и продолжали свое палиативное лечение травами. Так что до субботы положение царя нисколько не улучшилось. К вечеру этого же дня ему сделалось хуже, а ночью с ним сделали такие судороги, что все думали, что он не перенесет их. За судорогами последовал сильный понос, а в воскресенье утром заметили, что урина издает сильный гнилостный запах. Италинский врач снова обратил на это внимание прочих врачей и снова стал настаивать на необходимости извлечь урину из мочевого пузыря с помощью катетера. Тем не менее, это отложили до следующего дня, и только в 10 часов утра хирург-англичанин по имени Уильям Горн удачно сделал эту операцию. Излечено было до 4 фунтов урины, но уже страшно вонючий и с примесью частичек сгнившего мяса и оболочки пузыря. Царь же почувствовал облегчение. Здесь бросается в глаза вторая странность, поразительная нерасторопность придворных медиков. Если бы не сторонний специалист Азарине, Петра так и лечили бы травами, хотя раньше ему не раз делали катетеризацию. Что это? Непрофессионализм или сознательное затягивание лечения в интересах Екатерины и Меньшикова? Орудие. Роковая каша. 24 января Петру стало легче, лихорадка спала, боли утихли, а урина стала чище. Азарине считал, что жизнь императора уже находится вне опасности, а Д. Кампридон даже выражал уверенность, что через 6 дней царь сможет вернуться к государственным делам. Это не могло не волновать Екатерину и Меньшикова. Царица и ее друзья, писал в донесении Д. Кампридон, опасались, как бы слабость духа, подавленного бременем страшных страданий, не побудила его изменить как-нибудь свои прежние намерения. То есть, как бы Петр не написал завещание, отказав Екатерине от престола. 26 января Петр почувствовал в себе силы заняться делами. Он потребовал письменный прибор, но вначале изъявил желание подкрепиться. По словам историка-медика Георгия Апсавы, ему подали разворную осетрину с гречневой кашей, сваренной на воде и заправленной гусиным салом. После приема пищи у императора начались судороги, и он потерял сознание. Очнувшись, он не мог говорить и двигать правой рукой и ногой. Все попытки что-то сказать оказались неудачными. Утомленный и больной впал в полузабытье, издавая только глухие стоны от возобновившихся болей. Что же такое было в кушанье? Это третья загадка в истории. Уж больно вовремя едва была подана, как раз когда Петр собирался или недоброжательно считали, что собирался, продиктовать свою последнюю волю. Вскоре у больного началась горячка и бред. Сознание лишь изредка возвращалось к нему. Возможно, новая порция яда, если таковая была, усугубила течение болезни, усилив воспалительные процессы в организме. Моча задерживалась в мочевыводящем канале, что привело к куремии, отравлению организма токсичными продуктами азотистого обмена. Подозреваемые 1 и 2. Завещание и не надо. Пока Петр страдал во дворце, как пишет Андрей Островский, Меньшиков покинул место домашнего заточения и начал действовать. Он перевез государственную казну в Петропавловскую крепость, комендант которой был ему предан, отдал приказы о закрытии выездов и въезда в город, выставил гвардейские караулы у императорского дворца и убедил гвардейских офицеров в случае чего встать на сторону Екатерины. Мог ли он решиться на такое, не будучи уверен, что царь уже не придет в себя? За подобные действия его казнили бы без суда и следствия. 28 января 1725 года в 5 часов 15 минут утра Петра не стало. 28 января 1725 года в 5 часов 15 минут. Как пишет историк Александр Вейдемейер в книге «Обзор главнейших происшествий в России» с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны. В соседнем зале уже собрались сенаторы и высшие чиновники для обсуждения дальнейшего образа действий. Когда к собравшимся вышел кабинетный секретарь Алексей Макаров и объявил, что завещание царем так и не было составлено, многие пришли в замешательство. Послышались даже предложения спросить воли народа, но Меньшиков не растерялся и вытолкнул на середину комнаты псковского архиепиского Феофана Прокоповича. Тот знал, что сказать. С присущим ему красноречием он спросил собравшихся, помнят ли они слова Петра во время коронации Екатерины, что он возводит ее на престол, дабы та царствовала после его смерти. Забывчивых не оказалось. — Господа! — вскричал тогда Меньшиков. — Теперь мне не нужно никакого духовного завещания. Свидетельства ваши слишком достаточно. Да здравствует наша государняя императрица Екатерина! Эти слова были встречены всеобщим одобрением. Правда, в зале было много гвардейских офицеров, которые обещались разморжить голому всякому, кому Екатерина покажется неугодной. Завершив словословие в адрес императрицы, Меньшиков со словами Вейдемейра пошел к вдове Петра и сказал ей «Мы признаем тебя нашей всемилостивейшей государыней и посвящаем тебе и имущество, и жизнь нашу». Организаторы преступления — британский провокатор. А может, был еще кто-то заинтересованный в смерти Петра Первого? Роман Екатерины и Вильяма Монса длился не один месяц, да и деньги в голландский банк Меньшиков перевел задолго до того, как ампера открылась. Доносы на императрицу, светлейшего князя легли на стол генерал-прокурора Сената Павла Ягужинского до странности вдруг и одновременно? Напрашивается предположение, что кому-то было выгодно поставить приближенных Петра в безвыходное положение, чтобы их руками попробовать убрать императора. Например, не исключено, что какой-то иностранной державе было выгодно устранение Петра. Кое-что косвенно указывает на Англию. Во-первых, Петр задумывал большой персидский поход, который в случае успеха и присоединения хотя бы части Ирана к России давал Петербургу выход в Индийский океан, зону влияния Британии. Во-вторых, российский император собирался выдать дочь Анну за герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, которому принадлежал незамерзающий порт Киль, где можно было бы держать военный флот, контролируя всю Балтику. Кроме того, Карл Фридрих был одним из главных претендентов на шведский престол. Если бы он получил шведскую корону, возникла бы возможность унии Швеции и России. Петр получал бы выход в Атлантику и смог бы контролировать северные моря. И, наконец, в-третьих, Петр проявлял интерес к Америке. Его, скажем, волновало, существует ли сухопутный маршрут из Азии в Америку. Стоит ли строить северный флот или можно отправиться на восток пешком? Все это беспокоило Лондон, видевшего в планах Петра угрозу своим интересам в том регионе. Если бы планы Петра осуществились, Россия окружила бы Британскую империю со всех сторон. Возможно, эти соображения и заставили шефа английской секретной службы знаменитого писателя Дэйнеэля Дефо подкинуть Петру компромат на Екатерину и Меньшикова. Так ли это было на самом деле, увы, неизвестно. Но если Англия и не при чем, факт в том, что Петр сошел в могилу при загадочных обстоятельствах, а Екатерина и Меньшиков избежали неприятностей и стали совместно править, и при этом они отказались от грандиозных планов первого российского императора, угрожавших Великобританией. Статья подготовлена Павлом Доброхотовым и публикуется в журнале «Вокруг света» в августе 2013 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.